Доброе утро, ребята! Приветствую вас в начале недели. Снова возвращаемся к анализу финансовых рынков пары доллар-руболь, нефти и российского фундаментального фона. В целом, говоря про перспективы российского рынка, мы в последнее время неоднократно констатировали ряд системных фундаментальных проблем, характерных для него. Это, конечно же, санкции, это высокие инфляционные риски, девальвации, риски продолжения девальвации российской валюты, это слабое состояние промышленного сектора, сфера услуг, пик платежей по внешнему долгу. Кстати, напомните мне, сколько в этом году мы должны погасить? 150. Ну, нормально, 150 пойдет. Соответственно, большие суммы, которые должны пойти на выплату долговых обязательств, это еще и закрытый доступ на международные рынки заимствования капитала, что создает еще одну проблему, связанную с исполнением долговых обязательств. В целом, эти риски, проблемы характерны уже для России уже довольно давно. И в целом, мы констатировали практически в прошлом году слабые показатели по темпам экономического расширения, и в этом году обозначаем серьезные риски рецессии. На этих выходных давал комментарии коммерсанту ИФМ и задали очень интересный вопрос. Поскольку в целом по мировой экономике мы видим, как ключевые страны запускают программу количественного смягчения, QE, как вы думаете, вопрос, запуск программы количественного смягчения в России, смог бы, скажем, возыметь какие-нибудь позитивные, дать позитивные результаты и оказать поддержку равносильную той, которую эта программа оказывает в других регионах. На самом деле, можно провести такую маленькую лекцию касательно программы количественного смягчения в России и взвесить все за и против, и в принципе, достигнуть общего с вами понимания того, сможет ли эта программа оказать стоящий эффект для российского рынка. В целом, если вернуться к инициативе программы количественного смягчения, как вы думаете, а в целом это нормально или нет? Есть ли такие деньги, скажем, российской экономики, чтобы потратить несколько десятков триллионов рублей на поддержку стимулирования экономического роста? Конечно же, это, наверное, один из самых главных опадонных камней. Даже если мы, допустим, возможности такой программы, не будем сбегать вперед по оценке позитивного эффекта, в целом на это должны потребоваться большие ресурсы. Если говорить про основу программы количественного смягчения, то, возвращаясь к инициативе, она подразумевает предоставление коммерческим банкам процентных кредитов под очень незначительные проценты. Это кредиты на несколько лет, а ставка, я думаю, что будет в районе нуля, поскольку все-таки основной лицел делается на стимулирование экономического роста, а значит, не нужно обременять коммерческие банки дополнительными обязательствами. В целом предполагается, что эти средства должны будут пойти на активизацию процессов кредитования, на стимулирование производственного сектора и достижение потребных темпов экономического роста. И как результат данной программы, если прикинуть, что может быть, согласно инициативе в этом году на QE в рамках российского рынка потратят около 30 триллионов рублей, в 2016 году 35-40 триллионов рублей, получается, что темпы экономического роста можно будет разогнать процентов на 5-6, инфляция при этом будет в районе нуля, производительность труда вырастет, промышленный сектор тоже скакнет, и сфера услуг. Это цели, соответственно, и ожидания. Как вы думаете, скажем, адекватны ли эти ожидания в рамках программы количественного смягчения? Еще раз повторюсь, многократный рост темпов экономического роста, низкие показатели по инфляции, рост заработных вклад, производительности труда – это сказка о неожидании. Я думаю, что это маловероятно. Если говорить, опять же, про программу количественного смягчения, что легло в основу, скажем, данной позиции и данной инициативы? Это оценка денежной массы в стране и оценка наличных денежных средств. Кто знает денежная масса в стране, какая сейчас Россия? Никто это не знает. Я это знаю. Денежная масса в стране составляет около 35-37 триллионов. Соответственно, если взять наличку, это примерно 7 триллионов рублей, и делим денежную массу на наличные средства, получается кредитный мультипликатор. Слышали о таком понятии? Из экономической теории. Ну, в общем, это показатель, который создает условия для темпов экономического расширения. Если оценить ВВП России, в 2014 году ВВП, какой составил? Показатель. 30 триллионов, 40, 50, 60, 70, примерно хотя бы. 80. Ну, ты почти попал. 78 триллионов. Значит, берем, делим 78 триллионов на денежную массу в стране на 30 с небольшим, получается около 2 в целом. Не будем точно говорить. Что такое ВВП? В целом, кто-нибудь определение может дать? Товарные. Произведенные внутри страны. Получается, если ВВП у нас 70 триллионов рублей, а денежная масса в 2 раза меньше, чисто теоретически нет возможности, чтобы купить все товары и услуги в стране. Правильно? Если посмотреть на аналогию с западными странами, США, скажем, Австралия, Канада, Норвегия, у них отношение один к одному, то есть 100% полностью сходится. Если взять динамично развивающиеся рынки, такие как Китай, у них денежная масса практически во 2 раза превосходит показатели по ВВП. У них очень много денежных средств, соответственно, такие показатели по темпу экономического расширения. В России, получается, по статистике, по показателям есть куда расти. И если поставить адекватную цель, увеличение денежной массы в стране, может быть, действительно, это окажет позитивный эффект на темпы экономического расширения. Теперь перейдем к последствиям такой программы и окажется ли она результативной. Во-первых, стоит оценить риски инфляции. Если мы говорим про программу количественного смягчения, это программа, которая расширяет баланс мегарегулятора и увеличивает денежную массу в стране. А рост денежной массы разгоняет инфляцию или снижает ее? Конечно же, увеличивает инфляцию. Я думаю, что здесь не стоит проводить аналогию, сравнивая российский рынок с американским, где эта программа действовала с 2008 года и закончилась в октябре 2014 года. За этот период в экономику было влито около 5 триллионов долларов, и инфляция на каком уровне осталась? Практически на любом. Это развитый рынок. Но инфляция в России сейчас примерно какая? 17. 17 процентов. Планомерно идем к 20. Соответственно, увеличение денежной массы на такую величину спровоцирует рост инфляционного показателя в несколько раз. И мы достигнем гиперинфляции. Это серьезные негативные последствия, о котором даже не стоит говорить, поскольку это крах вообще всей финансовой системы. Второй момент. Центральный банк наивно полагает, что если выдаст коммерческим банкам денежные средства под практически нулевую процентную ставку, и эти денежные средства дойдут до конечного потребителя на внутреннем рынке также по незначительной процентной ставке. Около нуля. Это реально, как вы думаете? Я думаю, что нет. Учитывая меркантильный и материальный интерес российской банковской системы, российских коммерческих банков, до конечного потребителя кредиты дойдут под очень высокую процентную ставку. Давайте посмотрим, с чем мы имели дело в 2014 году касательно российского финансового рынка и банковской системы. Начало 2014 года процентная ставка 5,5%. Мы сейчас не говорим о 6-кратном повышении после этого и 2-кратном снижении. 5,5% это ставка рефинансирования. Банки брали у Центрального банка средства ликвидность под эту ставку, но вспомните, какая ставка была по потребительским кредитам. 25-30%. То есть в 6 раз они разгоняли до конечного рынка и создавали серьезную нагрузку для потенциального обслуживания своих долговых обязательств для клиентов. Поэтому и сейчас могу сказать, что если даже Центральный банк предоставит банкам коммерческим кредиты под символичную процентную ставку, все равно до конечного потребителя, учитывая текущие экономические реалии, эти кредитные средства будут доходить под уже не символичную процентную ставку. А значит, вот этот позитивный эффект связан с тем, что раз средства дешевые, значит это будет стимулировать потребительскую активность через рост кредитований, это все натянутые ожидания, которые не будут реализованы. Потом, возвращаясь к деволюционному вектору российской валюты, которая особенно, точнее, достиг своего пика в декабре 2014 года и в качестве причины была названа основная. Основной фактор это спекулятивное давление. И спекулянтами, одними из ключевых на рынке, были в том числе и коммерческие банки, которые играли на излишних чрезмерных радиационных ожиданиях курса российской валюты. Вот и сейчас может получиться так. Коммерческие банки получают средства от центрального банка в таком объеме и тут же планомерно направляют их на спекуляции на финансовых рынках. Если это произойдет, это еще один фактор давления для российской валюты и еще один серьезный риск, о котором также лучше сейчас не думать. Следующий момент. Если в стране присутствуют деволюционные ожидания, касающиеся возможности ослабления рубля, будучи финансовым институтом, у которого аккумулируются значительные средства, какое решение приняли бы вы? Вы стали бы хранить средства в рублях, либо перевели бы их в иностранную валюту? Вопрос на самом деле простой. Учитывая ослабление российской валюты, в чем вы стали бы хранить валюту? В рублях, либо в долларах? В долларах, конечно. Конечно же. Это логичное следствие. Если коммерческие банки получат кредиты на несколько десятков триллионов рублей, они тут же переведут эти средства в валюту. И если это произойдет, то подобная конверсионная сделка даже внутри российской экономической системы это одна из основных статей увеличения разгона темпов оттока капитала. Если проследить за ситуацией, аналогичной ситуацией в посткризисный период после 2008 года, то, скажем, за небольшой период времени с 2009 года по 2011 год, Центральный Банк предоставлял ликвидность коммерческим банкам, но они тут же переводили средства в доллары и спровоцировали отток капитала за несколько лет, получается, за три года, свыше 300 миллиардов долларов. Поскольку отток капитала и бешеные темпы – это еще один риск для российской экономики, то, соответственно, с учетом подобных последствий, запуск QE в рамках российского рынка – это еще один негативный фактор, который также ни в коем случае нельзя допускать. Поэтому получается у нас возможность конверсионных сделок обратного характера, увеличение индекса потребительских цен, дополнительные риски, связанные с тем, что средства не будут доходить до, скажем, по лояльной процентной ставке до конечного потребителя. И сюда я бы добавил, с вашего позволения, еще один риск. Здесь можно проследить аналогию с 2011 годом и с деятельностью Европейского Центрального Банка. Помните, когда они запустили первую программу поддержки, стимулирования европейского банковского сектора, раздали 1 триллион евро коммерческим банкам? Но что сделали коммерческие банки после этого? Они поддержали экономику, отправили средства на промышленность, стали раздавать, стимулировать, скажем, кредитование? Нет. А что они сделали? Все верно. Они вернули денежные средства обратно на корсчета Европейский Центральный Банк. Поэтому и в рамках российской банковской системы, которая обычно почему-то не анализирует практику азербайджных рынков, может получиться так, что предоставленные кредиты под 0% тут же вернутся на счета в Центральный Банк и станут накопительным ресурсом, который будет заставлять пухнуть денежную массу и создавать серьезные риски для экономики в целом. Поэтому, ребята, резюмируя, можно сказать, что программа количественного смягчения все-таки это мера, которой готовы не все экономики. И особенно к ней не готовы такие слабые развивающиеся рынки, как российский рынок. Правда, если создать соответствующую почву, например, ввести определенные элементы валютного контроля, может быть, четко следить за валютной позицией банков, чтобы они не перегибались с запасами валютной ликвидности, может быть, так удастся создать хорошие условия. Но пока в рамках российского рынка подобного опыта нет. А значит, я не вижу возможностей и достойных перспектив говорить о том, что программа QE может оказаться стоящая для России. Убедил, нет? Да. Хорошо. В целом, если вернуться к российскому рынку и, в частности, к динамике рубля, откройте графики и посмотрите, на каком уровне сейчас торгуется рубль. Это ниже 60. То есть, по сути, рубль продолжает обхаживать против доллара уровень важного сопротивления 60 и ждет дополнительный новостной фон, который станет катализатором для дальнейшей динамики. Поскольку риски стратегические, краткосрочно их нельзя дисконтировать стоимость рубля и сказать, что завтра это спровоцирует ослабление. Но что касается оппозиционного трейда, мы с вами как обозначали возможность ослабления российской валюты по причине этих негативных факторов. Эти риски по-прежнему есть и вероятность сохраняется. Что касается нефтяного актива. На выходных Саудовская Аравия в очередной раз заявила о том, что они не собираются снижать свою долю и не собираются сокращать объемы выработки нефти. Поэтому 30 миллионов баррелей, это по-прежнему показатель является актуальным. Это объемы добычи, увеличивающие предложения энергоресурсов и на фоне отсутствующего спроса объемы предложения, которые создают соответствующие риски для потенциального снижения черного золота. Юкоил на каком уровне торгуется сейчас? 54,44. В целом, в рамках азиатской торговой сессии можно сделать вывод о том, что нефтяной актив постепенно снижается. Рубль не совсем логично сейчас реагировать на поведение нефтяного актива, поскольку за последнюю неделю мы видели, как нефть просела больше, чем на 3%, а вот российская валюта в связи с такой динамикой нефти не только не потеряла, а напротив, умудрилась даже закрепиться ниже 60 рублей против доллара. Здесь стоит вернуться к такому понятию, как налоговый период. Помните, опять-таки, я вам рассказывал. Это тот фактор, который оказывает локальную поддержку, но он характеризуется незначительным периодом поддержки. Поэтому, как только он завершится, мы с вами снова вернемся к идее поведения нефти и проецирования этого поведения на динамику рубля. Поэтому наша ближайшая цель на прежнем уровне, какой это уровень? 64-65. Давайте туда и смотреть пока. Идем дальше. Евро-доллар и в целом последние торговые сессии прошлой недели. Посмотрите, это безумная волатильность. Даже пятница, когда оказалось, уже два дня прошло после ФРС, евро-доллар, рисковые инструменты смогли снова восстановиться против американской валюты и показали движение в районе двух фигур. Там по евро-доллару даже, если посчитать, 220 пунктов около того. И неделя была закрыта евро-долларом в районе 1,0820. В целом, это является следствием подобной динамики рисковых активов, следствием слабости для американской валюты, которая стала актуальна для него после заявления руководителя ФРС Джанет Йеллен, обозначившей риски для американской экономики и возможное смещение сроков повышения процентной ставки. Но поскольку конкретики не последовало, я считаю, что то, что происходит сейчас, это паническая реакция. А раз это паника, значит, она быстро появляется на рынке, активно сказывается на ценах и очень быстро сходит с фокуса внимания трейдеров. Поскольку эта неделя уже не такая насыщенная на макроэкономические события, я думаю, что рынок и ситуация в целом будет стабилизироваться, что позволит нам вернуться к ключевым фундаментальным идеям, обозначаемым на протяжении последних нескольких месяцев. Поэтому на этом фоне предлагаю вам снова сместить акценты на программу количественного смягчения, ситуацию в Греции и в целом резюмировать наличие и сохранение рисков для главного валютного актива, то есть европейской валюты. Сегодня из важных событий для евро-доллара и, прежде всего, для европейского актива против всех остальных конкурентов. Во-первых, конференция руководителя ЕЦБ Марио Драги, она состоится в 17.00 по Москве. И также сегодня пройдет встреча премьер-министра Греции и канцлера Германии Мельки, где снова будут обсуждать вопросы возможности поддержки греческого государства со стороны тройки международных коридоров. Оба этих вопроса, я считаю, имеют в целом негативный подтекст, поскольку не думаю, что сегодняшняя встреча между, по сути говоря, странами Германии и Греции станет прорывным шагом в преодолении греческого экономического кризиса. Уверен, что это будет лишь формальная беседа, где снова не будет достигнута никаких договоренностей. Что касается конференции Драги, то в целом снова будет сделан акцент на программу количественного смягчения для европейского фондового рынка. Это позитив, но дополнительный акцент внимания на том, что программа может продлиться в более длительный период времени, поскольку все-таки экономика должна продемонстрировать соответствующие темпы экономического роста. И если это произойдет именно так, значит объемы этой программы будут расширены. Это еще один потенциально негативный факт. Поэтому по евро-доллару, ребята, пройдет еще пару дней, и мы с вами снова полномерно вернемся к фундаментальной идее, направленной на ослабление или рост главного валютного риска. На коррекцию, да. Идем дальше. USDCAD пара. Откроете и посмотрите, где валютные активы торгуются сейчас. 1,26. Почему я снова сделал акцент на эту валютную пару? В пятницу были опубликованы данные по ручным продажам Канады. Они оказались очень плохими. Минус 1,7% снижения против прогнозного 0,8%. Однако, если посмотреть поведение пары, что произошло с Канадцем в связи с плохим отчетом, он укрепился. Это еще раз указывает на то, что сейчас рынком движут не фундаментальные идеи, а исключительно паника и непредсказуемость. Логика и рынок сейчас несопоставимы. Поэтому, конечно же, самые лучшие рекомендации может сейчас для краткосрочных трейдеров лучше подержаться в дни рынка. Что касается позиционных спекулянтов и трейдеров, а здесь, в принципе, локальные отскоки, недружащие с логикой, они никак не влияют на общие тренды. USDCAD пара сохраняет по-прежнему существенный интерес на рост, поскольку мы знаем, что уже в следующем месяце Банк Канады может сообщить об очередном снижении процентной ставки на фоне плохих хроничных продаж и, соответственно, рисков для темпов экономического роста. Я думаю, что USDCAD сможет у нас в ближайшее время вернуться выше уровня 1.28 и предлагаю вам рассмотреть возможность отложенного ордера с отметки 1.27. До этого уровня сколько остается еще пунктов? 100. 100 пунктов. 1.27, бай-стоп и стремимся на цели от BNP Paribas, Соседель General и Barclays. Это уровень 1.32, ребята. Неплохо? Почти 500 пунктов. Мне кажется, неплохо. А вот USDC и прогноз от Goldman Sachs. Откройте графики и посмотрите, как австралиец растет бурно в последнее время. И текущая цена какая? 0.77. 0.77. Goldman Sachs отмечает, что чем выше австралиец забирается сейчас, тем больше применительна является логика руководителя Резервного банка Австралии Стивенсона о том, что высокий курс австралийца провоцирует регулятор Австралии на дополнительные действия в рамках коррекции монетарной политики. Разумеется, под этим подразумеваются возможности еще одного снижения процентной ставки, которое мы ждем когда? По сути, уже через несколько недель. Недели мы переходим в новый месяц, а там уже заседание Резервного банка Австралии и возможность снижения процентной ставки. Поэтому Goldman Sachs предлагает снова сохранять прежние цели, не менять позиционирование и двигаться полномерно с валютным активом в район 0,74, тоже 300-400 пунктов. Тоже неплохо. Ясно? И что касается доллар-японская иена, тут в принципе, в целом мы ожидаем снова возвращения к риторике возможности ужесточения монетарной политики. В частности, говоря про эту неделю и важные макроэкономические отчеты по доллару, это данные по инфляции. Напомню, что когда в прошлую среду выступала Джанет Елен, она констатировала две важные проблемы, которые сейчас не удается решить американскому мегарегулятору и в принципе американской экономике. Это разогнать инфляцию и поднять до соответствующего уровня зарплаты. В этот раз у нас есть возможность в статистике оценить уровень инфляционного давления. Я думаю, что если показатель вырастет, значит у американского мегарегулятора появится еще один фактор спекулировать на ожиданиях о повышении процентной ставки. Но у нас появится еще один аргумент в пользу того, что ставки нужно повышать уже сейчас и как можно быстрее, потому что есть все необходимые основания. Промедление тоже негативно для, соответственно, американского рынка. Если индекс потребительских цен США вырастет и если в пятницу с заключительным аккордом мы увидим еще и хорошие данные о ВВП, я думаю то, что снова можно будет активно возвращаться к спекуляциям на тему повышения процентной ставки в каком месяце? В июне. Очень важные отчеты, два отчета до этой недели и, соответственно, в потенциале два фактора, которые позволят нам продолжать делать активную ставку на рост доллара и японской иены. Ближайшая цель какая? 121. Ну, учитывая, да, просадку целей сейчас уже не такие амбициозные, но я все-таки предлагаю вам стоять по-прежнему 123. Ясно? Вопросы? А будет ли сегодня вебинар? Конечно же, будет сегодня вебинар. Разумеется, мы еще раз оценим все фундаментальные итоги прошлой недели, рассмотрим основные макроэкономические события. И в конце вебинара традиционно дам основные ценовые ориентиры по крещевым валютным парам. Всех приглашаю, буду рад видеть. А во сколько? В 17.30 по московскому времени. И еще у нас вопрос на нашем канале. Почему в последние дни рубль развязался от нефти? Связано ли это со стоп-краном, ограничением по торгам и бурям, и весом его колебаний на московской бирже? Хорошая формулировка стоп-кран. Я так понимаю, речь идет о дискретных аукционах, о которых я вам рассказывал. Но дискретные аукционы – это следствие чрезмерной девальвации рубля. Пока что о них еще не идет речь. Их просто обозначают как вероятность. Что касается отсутствия корреляции между рублем и биржем сейчас, так это я уже отметил, что есть фундаментальный фактор, связанный с налоговым периодом. И до тех пор, пока этот период сохраняет свой потенциал и актуальности, будет повышенный спрос на российскую валюту и меньше спроса на долгую ликвидность. По этой причине сейчас, конечно же, учитывая подобный новостной фон, логично делать ставку на укрепление рубля. Но что касается позиционного трейда, еще раз повторюсь, у нас цели повыше и связаны с ослаблением российского актива. Спасибо. Большое спасибо за вопросы. Ждем новых комментариев на нашем официальном канале «Амаркетс», оставляйте ваши вопросы под видеоокном. Спасибо. До свидания.